МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И три минуты на сестру. Да. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. А, Илья, то есть? Садитесь. Так, третий спортивный раз. Вставайте, пойте, уходите. Послушайте, Вику мы, как вы понимаете, кастингуем, так это называется, на роли, так сказать, соведущей программы. Ну, кастингуете, я лично фотографирую. А Леша и вовсе фотографирует. А я руки. А Илюха с пристрастием допрашивает. А я просто тупо кастингую. Вика, скажите, пожалуйста, вы же увлекаетесь сноубордом, если верить вашему режиме? А как же вы отнеслись к сегодняшнему сообщению о том, что в играх Олимпиады 2014 года в Сочи будет введено несколько новых дисциплин именно в сноуборде? Ну, это здорово. Класс? Здорово, класс. Ну, я, правда, не профессионально увлекаюсь сноубордом, но я очень рада за своих коллег, и я надеюсь, что они достигнут больших успехов. Вика, реагирует хорошо, молодец, быстро. Я совершенно не в курсе, но... Я показываю, чтобы крупный план сняли, чтобы было видно, что... Ну, молодец, молодец, реакция хорошая. Да, я слышал эту новую, правда, я не очень не уверен. Надо увереннее, Вика, посмотрите, если вы врете по телевизору, такое бы очень редко, но бывает, конечно. Ну, или делаете вид, надо, конечно, очень уверенно делать. Чем увереннее вы это делаете, после смены арабских особей сейчас на Востоке, это, конечно, важнейшее. Да, я видел. Например, пример лжи, да? Лжи, да. Да, пример лжи. В какую камеру? Какая загорится сейчас? Да, любую, давай, ты покажи пример. Мама, это не я в детстве ел варенье. Ой, такой маленький. Мой трудный, мой лото. А вы чего, приходится врать в жизнь? Часто? Ну, вообще, я, конечно, стараюсь этого не делать. А, вот сейчас врете, молодец. То есть вы посмотрите на тем самым... Пример варенье, пошел. Вот это было честно, честно. Так, давайте, еще раз. Сейчас все честно. Вот, я стараюсь не врать, но вообще приходится. А по каким чаще всего поводам? Вот, по поводу отношений вы врете? Денег или обязанностей профессиональных? Профессиональных обязанностей. То есть... По поводу, ну, в общем... Выполнение своих обязанностей, прямых профессиональных. Хорошо, вы готовы сейчас говорить правду? Правда, ничего, кроме правды. Клянетесь на моем блокноте. Клянетесь? Да. Иначе вот эта тетя придет за вами. О, Боже мой. Итак, Анатолий, ваш первый вопрос. Самый интимный, который вы можете спросить. Какой у вас размер? Я уже задал про стоп-борд. Обуви? 38-й. 38-й, подходит. Ноги? Да. Честно. Надо накалить градусы, друзья. Нет, стоп-стоп-стоп, подожди. Если мы хотим одну пару, как обычно, носить на всю программу, тогда не подходит. Хорошо. Хотя можно ватку подкладывать. Что для вас важнее, чувство или деньги? Чувство. Я не вру. Глаза забегали сейчас. Нет, правда. Ладно, и наконец, третий вопрос, самый простой. За какие деньги вы готовы были бы работать в нашей программе? Можете соврать. Спокойно. Подумайте, ответьте. Можно подумать, да. За интерес готовы работать. Нет, нет. За какие деньги вы готовы были бы работать в нашей программе? Как бы Юрий Михайлович за рубль деньги мы приведем? Нет. Вы знаете, я думаю, мы... Какая зарплата вам кажется приличной? Я думаю, мы... Сколько вы хотите получать в месяц? Хорошо. Если вы еще раз сейчас начнете, я думаю, то мы опять вас придем. Я просто должна решить, что я хочу купить себе в следующем месяце. И поэтому... Давайте, Вик, одним словом скажите. Вот мне не юлите. Дом. Не юлите. Какая зарплата приличная в месяц? 30 тысяч рублей. Сколько вы еще получаете? Все, все, все. Реклама, 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 реклама. Зарабатывай. Друзья, ну что же, у нас в студии самая правдивая девушка на свете. По ее же правдивому утверждению. Мы смогли дотраговаться с ней до 43 уже. Да. Но 43 нам мало. Я говорю меньше, а вы говорите больше. Что ж такое? Мы просто дотраговались, что уже она нам платит, а не мы ей. Вам нравится 3 дни вообще? Да. Ну честно? Честно. А кальян курить? Нет. А интернет? Нет. Интернет, ну, это как бы вещь полезная, но очень коварная. А облако такое? А что такое интернет? Коварность, в чем его? Ну, эта вещь, мне кажется, очень затягивает и обманывает очень часто. А, я знаю. Вас обманули из интернета? Я миловидный парень 22 лет. Вы купились, да? Илюх тоже купился. Я миловидный парень 22 лет. Три года встречалась с ним, понимаешь? Я сразу очень с подозрением отношусь к таким объявлениям. Да? Даже не стараюсь не обратить на них внимания. И вопрос еще один. На что вы готовы, чтобы стать нашей соведущей? Вот тут можно соврать, даже приятнее будет соврать. Соврать, ну... Или собрать. Ну, первая мысль мне пришла в голову на все, но нет. О, хорошо. А что вы не готовы ради нашей программы? Перечислить все. Я готова... Не готова. Совершить какой-нибудь экстремальный поступок. Совершайте. Спрыгнуть с парашютом. В принципе, вы... Молодец. Не успеет раскрыться просто, если отсюда... А на что вы не готовы ради участия в нашей программе? Надо подумать. Нет, скажите, что-нибудь такое философское? На предательство так. В камеру посмотрите так красиво. Я не готова на предательство. Молодцы. А, готова. Молодец. Умница. Ну что ж, давайте, друзья, все вместе, как всегда, по традиции. Да, подсюда. С красивейшей девушкой. Что ты делаешь там уже? Нормально. Экрану, пожалуйста, Вик. Это обыкновенное предательство. Все. Оно теперь на своем месте. Все, да, мы прощаемся. Конечно. Вик, давайте, у вас есть возможность, так сказать, выступить сольно. Тебе была программа профилактика? Прощаться со страной. Всего хорошего. Там страна. Вы уезжаете. Прощайтесь со страной, да, вы уезжаете. Давайте, ну. Да, долгий путь. Подсвет, ну, все. Давайте. Это была программа профилактика. Не уходите далеко, мы еще вернемся. Не, 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 не. Субтитры создавал DimaTorzok